Доброго дня, уважаемые предприниматели, которые столкнулись с решением задачки два в одном. Как одновременно получить землю муниципального или регионального республиканского назначения в аренду без проведения торгов аукциона. Есть такая процедура практически во всех регионах. В данном случае я открыл татарстанскую процедуру 554 ПК МРТ. Без проведения торгов. И получить налоговые льготы. Как упростить задачу, количество шагов, количество бизнес-планов, финансово-экономических моделей и количество заявок. Вот такая непростая задачка стоит. Что в первую очередь, какую заявку подавать? Какой именно бизнес-план? Какая должна быть финансово-экономическая модель? С какими показателями? Сколько их должно быть? При буквальном прочтении региональной нормативки, например, если мы сейчас буду цитировать постановление Кабминной республики Татарстан 554, то у нас с вами есть следующее ограничение. Заявку на налоговые льготы, ну, например, если вы собираетесь получить статус резидента ТАСР или статус участника регионального инвестиционного проекта РИП по 377 ПК МРТ, то заявку вашу без указания места размещения будущего производства и места размещения проекта в целом, производства в частности, не примут, развернут. Соответственно, место размещения проекта, производства в частности, потребуется подтвердить правом собственности аренда долевого доверительного управления, оперативного управления, да, то есть это либо какая-то выписка из кадастра о наличии земельного участка или объекта недвижимости, здания, сооружения, да, в собственности, либо зарегистрированный договор аренды того же самого. Соответственно, сперва надо получить землю, например, да, если вы собираетесь строиться на земельном участке, ну, цель получения, да, выбрали какую-то муниципальную или неразграниченную или региональную землю, мы с федеральной посложнее рассматривать не будем, и именно на ней реализовать проект, да. Соответственно, первой должна быть заявка на получение земли, да, а в случае с резидентами ТАСЭР, там несколько иначе, то есть сперва рассматривается заявка резидента ТАСЭР на инвестиционном совете, скажем так, два в одном, да, тоже решается задача. Будущий резидент одновременно подает две заявки. Первая – заявку на получение статуса резидента и связанных с ним налоговых льгот и преференций. Вторая заявка одновременная – на получение резидентам ТАСЭР, по которым принято положительное решение, да, включение в реестр резидентов в подписании соответствующего трехстороннего соглашения, да, земли без торгов, например, да. Вот. Это в случае с территорией опережающего развития. В случае, значит, если налоговые льготы регионального инвестиционного проекта, там процедура другая будет, да, но тоже многоступенчатая. Первое – надо будет подать заявку о получении земли без торгов, приложить к какой-то финансово-экономическому модели бизнес-план, да. Допустим, прошли процедуру согласования, именционный совет и получили поручение Минзему выделить земельный участок, заключить договор аренды, да, или муниципалитету, заключить договор аренды муниципальной земли или региональной, если Минзем. И поручение АИРу утвердить инвестиционное соглашение, да, с инвестором. В этом инвестиционном соглашении будут подконтрольные показатели объема инвестиций, создания рабочих мест, налоговое поступление в региональный, в данном случае, бюджет Республики Татарстан, да. Хорошо. Потом, соответственно, подали заявку на получение региональных налогов-хольгот со статусом участника регионального инвест-проекта и включением, соответственно, данного проекта инвестиционного меморандума Республики Татарстан, да. Там налоговые льготы. Получили их. По факту получения налоговых льгот и заключения соглашения с Минэкономикой имеем два противоречащие друг другу соглашения. В одном, это по 377-му, соглашении с налоговыми льготами, по 554-му соглашение без налоговых льгот. Значит, надо подавать третью заявку в агентство инвестиционного развития на внесение изменений в заключение инвестиционного соглашения и проходить опять ту же самую процедуру, да, инвестиционного совета по перезаключению. Пока облегченной процедуры, ну, по тексту нормативки нет, да. Вот. А в случае с резидентом ТАСЭР, там немножечко, ну, получается, двухступенчатая, но попроще, с одним и тем же бизнес-планом, да, с налоговыми льготами, да. Вот. Соответственно, как мы выходим из этой ситуации, как правильно, сколько будет финансово-экономических моделей, бизнес-планов, сколько будет заявок, как сэкономить деньги инвестора на предпроектную вот эту всю работу, на подготовку документации, об этом мы рассказываем на индивидуальных консультациях. Обращайтесь. Специалисты имеют многолетний опыт сопровождения и подготовки заявок в региональных конкурсах практически всех регионов Российской Федерации, ну, включая наш базовый регион Республики Тарастан. Вот. Поделимся своим опытом, сопроводим полностью процесс, подготовим документацию, научим вашу команду делать это без нас. Не удивляйтесь. То есть наша задача – это вот в том числе предпринимательский лигбез, повышение культуры бизнес-планирования у компании-заказчика. Нет у нас задачи, чтобы за каждым чихом, за каждым изменением заказчик обращался к нам. Мы научим вашу команду. Первый раз пройдем путь вместе и научим, собственно говоря, нюансом, как выходить из ситуации в дальнейшем, как, допустим, без нашего участия или с нашим минимальным участием. Вот этот самый процесс подготовки, если вы хотите развивать компетенции команды. Но если, конечно, вы хотите, чтобы постоянно был аутсорсен, то есть отдать функцию полностью на аутсорс, ну, понятно, что мы отказываться не будем. Самое главное, чтобы это было осознанное ваше решение. Успехов вам в реализации проекта. Пользуйтесь государственными ресурсами. Успешно реализуйте свои проекты, выполняйте обязательства. Помните, не так сложно, точнее, сложно, но гораздо проще войти в какое-либо соглашение, чем потом его выполнить. Надо оценивать риски, надо согласовывать ежеквартально свои планы, надо мониторить заключенные соглашения, нельзя останавливаться на достигнутом, дружно отметить заключение такого соглашения и рассчитывать, что автоматом у вас дальше все будет хорошо. Льготы, субсидии, земля без торгов, процессы администрируемые, сложные, поскольку на несколько предстоящих лет придется составить прогноз, загадать, ткнуть, как говорится, пальцем в небо, если уж совсем никаких прогнозов нет. Показатели с тем, чтобы их выполнить, ежеквартально, до наступления соответствующего квартала, ну и соответственно года, ежегодно корректировать показатели, заблаговременно, не ставив перед фактом, информировать органы власти о необходимости внесения соответствующих изменений. Это жизнь. У всех органов власти, как правило, есть процедура внесения согласованных изменений, да, то есть и большинство жизненных ситуаций могут быть отрегулированы. Самое главное делать это заблаговременно. Удачи вам! С вами был консультант решения ВРН РФ, Сергей Маслёхин, ну и соответственно, вот наш образовательный проект предпринимательский легендарь.